Есть у нас два закона о медиа и о дезинформации. За дезинформацию отвечает Бородянский, за медиа отвечает Ткаченко. Я не знаю, как здесь быть объективным, если честно. Мне очень сложно быть объективным. Я знаю ваше отношение к этому всему. Вопрос только почему. Почему люди, которые пришли, профессионалы своего дела, которые пришли из сферы медиа, которые пришли из журналистики, например, Ткаченко, например, Бородянский. Два блестящих медиа. Блестящих. Никто вообще даже здесь не спорит. Почему они себе позволяют эту историю? Эту историю, которая, по сути, может превратить Украину в авторитарную сталинскую державу. Даже не в России, еще хуже. Согласен. Вопрос почему, ответ. Не знаю. Не знаю, что ими движет. Не знаю, не могу сказать. Знаю, что это плохо пахнет. Практически уверен, что это не пройдет. Не пройдет. Уверен. Я думаю, что президент Зеленский ни при каких условиях не подпишет это. Вот. Ну, зачем-то это делается. И опять, вместо того, чтобы создавать, идет разрушение. Видите, вы считаете, что Зеленский об этом не знает? О таких попытках? Я думаю, что недопонимает, может быть, или не до конца знает. Потому что 24 часа в сутки повторю у человека. Вы представляете, какой у него объем информации? У меня иногда не получается. Я смотрю, у меня 8-9 звонков накопилось. И есть важные, на которые нужно ответить. Нет времени ответить. Нет времени. А у него, представляете, какая загрузка? Не исключаю, что он не видел этих законов. Хорошо. Я спрошу немножко по-другому. В рамках украинского законодательства, по украинским законам, у нас Россия страна-агрессор. Вот в рамках вот этой всей истории, конфликт на Донбассе, стоит ли каким-то образом ограничивать, проверять или как-то еще контролировать медиарынок? Информацию, которую дает этот медиарынок? Ютуб, где у нас пока еще полная свобода слова. Что касается Ютуба и интернета, это все вообще должно быть не подконтрольно, я считаю. Что касается телеканалов и прочих средств массовой информации, ну если завтра на телеканале будет выступать Янукович с призывом... ...это еще что-то, нет проблем. Но, когда я взял на канале наш интервью у Азарова, и за это штраф каналу дают... 100 тысяч. ...за то, что Азаров высказал свое мнение, у него не было ни одного призыва к свержению действующего строя, к войне, к чему угодно. Я могу его любить или не любить, но это было два интереснейших интервью с бывшим премьер-министром, с которым можно соглашаться или не соглашаться, но у него есть своя позиция, и пускай ее высказывает. Это и есть свобода. Поэтому это нацрада, это вообще для меня не люди, которые вот там сидят, я это говорю, пусть меня слышат. Пошли они к чертовой матери все, кто там сидит на нацраде и пытается регулировать что-то. Нельзя регулировать то, чего регулировать нельзя. Вот снова, про деятельность нацрады, половину которой обновили уже слуги народа. Ну разве не может об этом знать Владимир Зеленский? Владимир Зеленский прокомментировал историю с обысками на 1 плюс 1. Он понимает, о чем идет речь. Это важная история. Это важная история. Ну то есть говорить о том, что бояре плохие, но это, насколько это справедливо в данном случае? Я понимаю ваш вопрос и признаю полное право ставить эти вопросы. Я не знаю действительно, знает ли об этом Владимир Зеленский. Я не знаю этого. Могу допустить, что знает, могу допустить, что не знает.